Хлеботорговец Василий Сурошников был знатным и влиятельным купцом в Самарской губернии в конце 19 века. На рынке зерна и сельского хозяйства династия сколотила миллионное состояние. Такое, что купец мог себе позволить личный особняк на углу улиц Казанской и Воскресенской, ныне Алексея Толстого и Пионерской. Он заехал в дом в 1912 году. Строительство этого дома было долгим, 4 года, но дальнейшую судьбу особняка решила все-таки революция. В 1918 году семейство купца переезжает из родного гнезда, а здесь располагается штаб Симбирской железной дивизии. Вообще эти стены буквально пропитаны боевым духом. Полководцы, генералы и просто идейные вдохновители. В разные времена здесь находились различные патриотические организации. А во времена Великой Отечественной здесь хотели устроить одно из иностранных посольств. Но не получилось. И в 1942-м здание оказывается в собственности Суворовского училища. А позже в руках военно-медицинского факультета Куйбышевского меда. Дом Сурошникова с башней, похожей на ту, что украшает Ярославский вокзал в Москве, стал одним из символов Самары. Он четко очерчивает угол улиц. Схожесть дома со столичным вокзалом не случайна. Оба проекта принадлежат знаменитому мастеру модерна Федору Шехтелю. Особняк на Пионерской был доработан Щербачевым, поэтому долгое время именно он считался главным архитектором. Особняк со всех сторон был облицован плиткой, что для архитектуры того времени считается необычным. В последние годы состояние здания оставляло желать лучшего. Оно является памятником федерального значения. В 2016 году городозащитники выступили с инициативой привести дом в порядок. Общественников поддержал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Осенью 2017 года стартовала реставрация фасада. Первой очередной задачей является все-таки возвращение внешнего убранства и облика объекта культурного наследия с тем, чтобы он служил не только его собственникам и пользователям, но и служил в целом городу и людям. Чтобы те, кто проходил мимо, не ужасались от того, что они видят. Сейчас в здании находится управление финансового обеспечения Минобороны по Самарской области. К концу года рабочие должны завершить ремонт. Позже станет понятно о планах по внутренней отделке.